В стенах учреждения педагоги обучают 1800 юных жителей Бреста. И даже на каникулах проводить бесцельно. Время здесь никто не намерен. Одному из самых крупных учреждений образования города похвастаться действительно можно многим. Количество и качество образовательных программ делают дополнительное образование в Бресте очень востребованным. К примеру, техническое творчество – одно из излюбленных направлений ребят. Я хожу на кружок авиамоделирования. Мы занимаемся подделками из бумаги. Также можем вырезать какие-то модели из фанеры, толстой или тонкой. Также некоторые занимаются пенопластом, могут сделать любое изделие на их выбор. Можно развить свою фантазию. Это поможет с выбором профессии. Также можно, например, какой-то дизайн придумать интересный, новый. Например, для дачи что-нибудь сделать. Я хожу в кружок «Знатоки информатики». Там мы обучаемся, узнаем разные программы, учимся в них работать. Мы изучаем программы PowerPoint, Excel, Word, Pascal. Праздник технического творчества в стенах центра не в диковинку. Уже в четвертый раз встреча объединяет детей, знающих, что это такое и какова его специфика. Порядка 500 юных брещан неравнодушны к этой образовательной программе. Я спокойна за техническое творчество. Техническое творчество детям очень нравится. Очень и очень. С большим удовольствием они все участвуют в наших конкурсах. А мы предлагаем им познакомиться с разными направлениями. В ходе праздника для ребят была организована техническая игра. Воспитанники центра проходили испытания на нескольких импровизированных станциях. Кто-то попробовал собрать электрическую цепь, ощутив себя настоящим электриком. Кто-то предстал в образе мастера с отверткой, попрактиковавшись с металлическим конструктором. А кто-то испытал в полете новенькие летающие модели. Все это техническое творчество. И судя по интересу, который вызывает дисциплина, у нее обязательно будет дальнейшее развитие. Спасибо.